Меня зовут Анастасия, и мы юристы Центра интеллектуальной собственности компании EY, или ранее известной как Инстаграм. Мы очень рады видеть вас на этой конференции и присутствовать на этой конференции. Конечно, в IT-среде, в среде IT-специалистов, IT-менеджеров рассказывать про интеллектуальную собственность крайне сложно. Крайне сложно, потому что IT-специалисты воспринимают юристов как некое другое племя, другое поколение, другая группа, с которой очень сложно наладить некий разговор. При этом, когда у IT-специалистов спрашивают про интеллектуальную собственность, то можно совершить совершенно разные комментарии от супервозвышенных до суперрутинных. Мы привели на этом слайде несколько цитат. Мы привели цитат, например, Стива Джобса. С самых ранних дней компания Apple я понимал, что мы процветали, когда мы создавали интеллектуальную собственность. И вроде как действительно всеми IT-коллегами интеллектуальная собственность представляется как нечто такое очень важное, потому что инвестор не захочет нас складывать, если она плохо защищена, если у нас нет патентов, как говорят IT-коллеги, если у нас плохо с договорами. Но при этом на практике для всех IT-коллег интеллектуальная собственность – это большая рутина. Это всевозможные много букв договоры. И вот здесь мы привели договор, который мы даже не стали читать, потому что слишком много букв, слишком мелко. И вот вся интеллектуальная собственность, все оформление прав на софт, все оформление прав на базы данных, на разработки – это вот такая рутина, с которой даже не хочется знакомиться. Поэтому получается некий диссонанс. С одной стороны, интеллектуальная собственность крайне важна, потому что Стива Джобс не стала бы создавать свои продукты, если бы ее не было бы. С другой стороны, это такая рутина, на которой хочется отмахнуться и не хочется заморачиваться, и хочется не уделять этому много внимания. На самом деле нам кажется, что интеллектуальная собственность – это и нечто третье. То есть для нас интеллектуальная собственность – это некая ценность, к которой мы поклоняемся, это некий скучный документ-оборот, с которого так или иначе мы вынуждены считаться, это некий комплайенс, нашу компанию, наш софт никто не купит, если инвесторы не вложат деньги, если у нас будет не все в порядке с этим. И в то же время нам кажется, что интеллектуальная собственность – это нечто третье, и мы, собственно, рисовали третий рисунок. Нам кажется, что инфектуальная собственность – это некая точка давления. Если вы смотрели сериал «Шерлок», последний сезон, последнюю серию, вы помните там некого персонажа господина Магнусона, который говорил о том, что он коллекционирует информацию с тем, чтобы создавать точки давления на своих конкурентов, на своих оппонентов. Вот нам кажется, что инфектуальная собственность в IT-сфере – это точно такая же очень сильная точка давления на конкурента и ваша уязвимая точка. И в той ситуации, когда вы понимаете, что у вас плохо с инфектуальной собственностью, то вы понимаете, что вы уязвимы для конкурентов, и мы расскажем, в чем вы уязвимы. А в ситуации, когда ваш конкурент не смог вот эти много букв прочитать, заполнить и выполнить, и формализовать, то он уязвим для вас, и он раскрыт для вас, как на ладони, и вы можете всегда построить свой бизнес таким образом, чтобы получить его долю рынка, воспользоваться этим, и, собственно, победить. Ну и в рамках нашего доклада мы остановимся, нам кажется, на трех основных проблемах, которые так или иначе являются точками роста и точками уязвимости, нам кажется, в современном российском IT-бизнесе, в современном глобальном IT-бизнесе. И давайте посмотрим на эти точки не с точки зрения много букв договоров, а с точки зрения того, что действительно точка давления на конкурента и ваша уязвимая точка. Ну, наш первый вопрос, который мы хотим вам задать, это вопрос, а ваш разработчик уносит с собой коды? Да, конечно. Часто? Много? Они там работают. И уходят к конкурентам. И они уносят их с собой в других компаниях. А как мы узнаем? Хороший вопрос. Первый вопрос на подумать. А как мы узнаем? Это страшно или это не страшно? Если конкурентам, то это очень страшно. Почему? А у вас очень много таких суперсекретных разработок, которые вы не хотите, чтобы доставить конкурентам? Нет. Это продукт, у него деньги потратили. Жалко. А как вы думаете, ваш разработчик сам может стать вашим конкурентом, неся ваш код? Ну, наш хороший, нет. Хорошо. Гипотетически, не ваши хорошие, которые ничего не уносят, а некий гипотетический разработчик, который существует и пишет коды. Нет, ну просто разработчик – это другой менталитет, это не предприниматель. Конкурент – это бизнес. То есть конкурент – это бизнес. А, соответственно, разработчик – это просто, ну, как бы, он может об этом мечтать, так сказать, так далее, так далее, но довести мечты до бизнеса – это огромная, огромная дистанция. Это по психотипу – это не получается. Окей. Ну, на самом деле, да, тут вот, да, действительно, мы чувствуем потребность в том, что это есть некая проблема, да, но при этом мы понимаем, что если вот то ваше понимание, которое у вас сейчас существует, о том, что нам надо оформить, чтобы все было правильно, это все равно приводит вот к этому, что много букв, надо все писать, надо подписывать акты, каждый месяц все формализовывать, да, и это не хочется делать. Это реально просто полный кошмар, потому что все разработчики работают на местах, подпишите, пожалуйста, договор, я не буду подписывать договор, вот вся система буксует и, как бы, очень плохо. И, но, тем не менее, это проблема. Почему это проблема? Вот, пример, несколько дел, которые были в Российской Федерации в последнее время. Ну, вот, достаточно, в 2010 году было дело о аэронавигатор. Ну, компания, группа разработчиков ушла, создала свою компанию, унесла с собой код и создала аналоговый продукт, да, ну, и вот компания-работодатель, с которой они ушли, пробовала их засудить и в итоге доказала, что действительно ей принадлежат права на 1% кода. И, собственно, да, ну, при этом договоры были, относительно было все в порядке, были доказательства того, что они уходили и забрали с собой что-то, но вот в СУЕС мы смогли отказать только на 1% кода и программы существуют на рынке, они существуют параллельно и, как бы, тем самым это те убытки, про которые вы говорите. Мы чуть позднее вернемся к тому, как было решить на эту проблему. Другое дело. Пензенское конструкторское бюро моделирования, это вот такое, правда, одно из самых известных дел, которое сейчас рассматривается в российской судебной системе. Обратите внимание, дело аж 2004 года и длится до сегодняшнего дня. И сегодня оно продолжается, и сегодня оно по-прежнему рассматривается. Компания судится с корейской компанией, которая использует программу для ВМ, первоначально разработанную Пензенским конструкторским бюро. И да, действительно доказан размер убытков вроде как. Суд одной из инстанций сказал, что взыскать с ответчика 49 миллионов долларов, это очень большая сумма, и действительно, если бы вы доказали свои права, вы бы взыскали бы. Однако третья инстанция, суд по нефигуриным правам, сказала, что нет, вы недостаточно доказали, что у вас есть права, которые управляют разработчиков. Поэтому если бы вы доказали бы, вот 49 миллионов долларов, скорее всего, компания была бы взыскана в пользу Пензенского бюро. А вы не доказали, и поэтому давайте мы направим снова на рассмотрение, и вот сейчас в первой инстанции дело снова слушается, докажите, что права были ваши. Таким образом, вот это дело очень показательно. С одной стороны, она говорит о том, что вы не можете атаковать, не доказав свои права, а с другой стороны, она говорит о том, что если бы вы могли бы, вы получили бы 49 миллионов долларов. И тоже проблема формализации прав. Ну и, опять-таки, Пензенское конструкционное бюро в этом деле предоставил стандартный пакет, как у всех этих компаний бывает, что вот были какие-то работники, вот мы что-то разрабатывали, вот какие-то договоры с ними, и суд типично сказал, ну вот там нет должностной инструкции, трудовая функция плохо описана, не у всех должностных инструкций написано, что они разработчики, непонятно, что они разрабатывали, вы не собрали права со всего вашего коллектива, ну и как бы не смогли доказать права. Ну посмотрим, чем закончится. Последнее заседание было в октябре, следующее будет в ноябре, и, видимо, еще пару лет будет продолжаться. Ну и еще одно дело. Дело Норильский никель – это пример, когда есть некая разработка, и работник судится с компанией, и если предыдущие два дела – это дела конкурентов, то это дело работник против компании. И вот 15% прибыли, полученной от реализации разработки, это та сумма, которая является рассматриваемой в рамках возможного иска, тоже по-разному идет дело, похожих дел достаточно много, но для нас важно, что вот эта сумма, они материальны, и поэтому это не только защита, вот как вы говорите, что уйдет разработчик, будет использовать что-то, и мне жалко. Да, на самом деле это материальная сумма, которая реально существует. Как минимизировать риски? Ну, собственно, да, мы уже сказали о том, что все это оформление – это рутина, это очень много бумаг, это юристы, бухгалтеры, которые мешают IT-специалистам, творцам, собственно, жить. Но проблема в том, что действительно мы видим в судебных спорах, без этого не обойтись. Суду нужно объяснить и нужно доказать, что у нас есть права. И стандартный подход к этому – это составление огромного количества договоров, как Игорь уже отметил, это должностные инструкции, это постоянные акты, которые нужно подписывать, а программное обеспечение – это вещь очень динамичная, она изменяется каждый день, каждую секунду. Разработчики делают очень много вещей для того, чтобы развивать свой продукт, но юристы, бухгалтеры мешают им. И, собственно, мы пропагандируем несколько иной подход. Мы считаем, что юристы не должны мешать IT-специалистам, юристы должны создавать такую юридическую среду, чтобы IT-специалистам было комфортно работать и подстроить юридический документ оборот под то, как IT-шники пишут софт. То есть в каждой компании наши клиенты, которые к нам приходят, они говорят, вот у нас устроено так, у нас есть система контроля версии, в которой каждый разработчик заходит под своим логином, паролем, что-то там пишет, потом уходит, из этой системы контроля версии возвращается туда через пару дней и снова там что-то пишет. Помогите нам, у нас огромное количество актов и чего-то еще, что нам сделать так, чтобы это все было оптимально. И мы смотрим на это сверху, мы просим IT-специалистов объяснить нам, как это работает. Мы пытаемся это понять и описать это юридически так, чтобы с помощью минимального набора документов обеспечить возможность доказывания того, что этот софт создается этим разработчиком для этой компании в каждую конкретную минуту времени. И мы пытаемся это продвигать, и наши клиенты этого от нас просят. Но проблема в том, что некая неразвитость правосознания, в том числе судов, когда судам нужно очень много бумаг. Соответственно, мы пытаемся решить эту проблему и помогаем нашим клиентам подстраивать юридические процессы под, собственно, процесс творчества. Тут два аспекта, на самом деле. А почему суду надо очень много бумаг? Не потому, что суд такой рутинный орган, который все рассматривает, требует много бумаг. А потому что судья, он не разбирается в эти специфики. Для него вот любые эти слова, любые вот эти слова, типа контроль версии, система контроля версии и прочее, это как бы некие слова, которые он просто не воспринимает. И для него как бы убедительно запросить еще, 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 чтобы убедиться, что все в порядке. Но на самом деле, вот если мы посмотрим на классический подход, когда требуется оформить много бумаг, он не фиктивен по той причине, что он разваливается в случае некого агрессивного спора со стороны конкурентов. Ну, к примеру, да, я вот все сделал правильно, я каждый месяц подписывал акт, там было написано, что я работник такой, ты разработал программу, не знаю, Freedom House версия 2.0. Это было бы написано. Я вот несу это в суд, показываю в суде, но является ли это доказательством того, что программа Freedom House версия 2.0 это именно та программа, которая вот у меня вот здесь вот была бы, и вот именно она называется Freedom House? Не является, потому что у меня нет доказательств того, что то, что написано в договоре, а именно название конкретной программы, это как-то соотносится именно с конкретной программой, о которой я спорю. И, наверное, она может называться Freedom House, но ответчик может сказать, что, ну да, ну, как бы это все лишь название, А где догадывается того, что в акте написано, что я разработчик создал программу Freedom House, имеется в виду, что я создал именно ту самую программу, именно с таким же функционалом, именно с таким же программным кодом. И вот эта связка, она в рамках классического подхода не доказывается. В чем идея некого подхода инновационного? Идея в том, чтобы привязать документ-оборот к конкретно существующей системе контроля версии и конкретному программному коду. То есть фактически идея в том, что вы заключаете договор с разработчиком, это первый договор, ну типа трудового, вот я устраиваюсь на работу. И в этом договоре уже заранее предусматриваете, что он отгружает все, что он сделал, на все, что передается права в пользу компании, в систему контроля версии. Вы идентифицируете систему контроля версии нормами договора. И таким образом все последующие акты, которые составляются, они не играют никакой роли, потому что в суде вы покажете, собственно, лог-файл из системы контроля версии, покажете договор и закажете, что да, конкретно на этот файл права были переданы такого числа, потому что он загрузил этот файл в систему контроля версии. Если у судьи возникнет вопрос, а что это за файл, а почему название этого файла свидетельствует тому, что есть, вы покажете, назовете эксперта и покажете систему контроля версии, которая подтвердит, что именно этот файл находится, вот такого числа был записан, и вот он, собственно, находится в системе контроля версии. Поэтому глобальное решение, как нам кажется, вот этой проблемой, что слишком много букв, слишком много актов надо делать, и никто этого не делает, заключается в заключении одного договора и заключается в необходимости привязки договорного регулирования к системе контроля версии, в которой разрабатывается программа. Традиционная информировка это возможно, и это, если честно, прощает весь процесс. А, извините вопрос, а почтовые... Если нам поможет кто-нибудь презентация, будет очень полезно. Почтовые ящики являются ли защищены так же, как юридические? То же самое, здесь не имеет значения. То есть идея привязки... Вопрос в том, что можно ли привязать к почтовому ящику. Можно привязать к почтовому ящику. Вопрос в том, чтобы в договоре у вас была правильная нивилизация того, что отправлялось с почтового ящика. Ну, вы можете написать, например, что компания подтверждает переход прав на все, что было, на все, что отправляется с такого почтового ящика на такой почтовый ящик. А еще можно ли, наверное, заключать договор о неразглашении коммерческой тайны между рабочим и работодателем, где права передаются именно, прописываются, что вся разработка кода является именно частью компании, и если в случае перехода или утечки какой-то информации, она, весь код передается как, ну, такой. Смотрите, тут два разных аспекта. Это как бы мухи и котлеты. В смысле, что авторские права – это мухи, а конференциальность – это котлеты. Вы можете заключить завтрашивание кофенсальности, но как бы в том смысле, в котором, да, вопрос касается перехода прав, все равно будет вопрос об авторских правах. И поэтому все равно будет, вот, то есть не важно, какой будет у нас договор. Ну, просто у вас SCHLGE. конфиденциальности если вопрос о том что насколько действенно такое сложение конфиденциальности которого заключаете а вот так себе действенная ну вот например я заключил договор с работа с работником вот и в этот момент как бы дата нашего подписания договора трудового является в этот же момент мы подписываем договор о неразглашении коммерческой тайны то есть по большому счету в период рабочего пока он человек не уволился в этот период он является как бы частью компании и собственно все его работы выполненные например в этот период за этот период уже и будут юридически как-то подкреплены что не буду являться доказательством не будут в ситуации спора вы не докажете наличие справки смотрите что вы говорите говорит о том что у вас будет два договора один договор трудовой а другой договор о соглашении конфиденциальности соглашение конфиденциальности регулирует лишь вопрос того насколько информация которую разработник создал да не появится конкурента но исполнимость такого договора она очень сильно оспорима почему потому что да работник нарушил допустим нарушил соглашение конфиденциальности разгласил информацию конкуренту для того чтобы привлечь работника ответственности вам надо доказать что он нарушил это соглашение что именно вследствие того что он разгласил информацию конкуренту эта информация появилась у конкурента. Скорее всего, вы не сможете доказать в российском суде, потому что вы пойдете в суд с иском к работнику, он скажет, что я не разглашал. Доказательства того, что он разгласил, у вас не будет. Ну как не будет? У нас будет код, который, собственно, будет в другой компании. Ну да, он будет говорить, что я не знаю, откуда взялся код у конкурента. Конкурент скажет, что это мои собственные работники, его сделали. Ну то есть наличие кода у конкурента не означает то, что именно ваш работник его разгласил. Может быть, не Иванов, а Петров разгласил. А может быть, не Петров, а Сидоров. А доказать, что это был именно Иванов, вы не сможете. Ну вот тогда вот аж про код. Разговаривая про код, самая первая тема. Представьте, посмотрим со стороны, ну немного сбоку, да. Вы разработчик, я разработчик. У нас у каждого своя технология написания кода. Причем спецификация кода, она везде одинаковая. Ну не то, что одинаковая, а разные алгоритмы. А как нам, если даже какая-то произойдет утечка, как мне доказать, что я, например, ну именно ушла какая-то утечка, потому что алгоритмы разные везде. Смотрите, тут есть два аспекта, как бы, да. Алгоритмы разные. Вопрос первый. Что вы хотите добиться? Вы хотите добиться, чтобы вот эта информация, которая была разглашена, не стала использоваться конкурентами? Это первая опция. Либо вы хотите добиться, чтобы работник был привлечен к ответственности, которая разгласила? К ответственности вот именно. Но мы же сейчас разговариваем о том, что разглашение такое-то происходит. Но при этом вам не важно, что эта информация дальше будет у конкурента? Ну информация появилась у конкурента. Как я могу доказать, если я как разработчик могу, к примеру, могу написать этот же код десятью разными способами? Как вам доказать что? Что привлечь к ответственности работника. Ну смотрите, на самом деле у вас есть несколько опций. Первая опция привлечет к ответственности работника. Единственное, что я понял сейчас, это то, что нужно через гид, как контроль версии, делать копии, то, что это ваш код и его. Но если же этот код не совпадет, к примеру, я перейду к фирме конкурентам и напишу этот код по-своему, но выполню тот же самый алгоритм, то, соответственно, я ничего не докажу. Потому что это не будет нарушение авторского права. Это будет нарушение заказательства недобраспределения конкуренции, о котором мы очень дальше расскажем. Еще раз, две ситуации, возможно. Первая ситуация, ваш работник уходит к конкуренту, забирает с собой код, который он писал у вас, и выкладывает к конкуренту. Набор механизмов борьбы с этим, это, собственно, доказательство того, что у конкурента именно тот код, который есть у вас. Вы доказываете, что у вас есть право на этот код через систему контроля версии договор. Вы доказываете, что этот код есть у конкурента, изымая каким-то образом, например, через суд его в сервер с кодом. Вы показываете, что есть повторение кода, и вам не требуется доказывать, что именно разработчик его унес. Вот, оказывается, фактическое наличие кода у конкурента, наличие прав у вас. И доказательства двух этих фактов достаточно для того, чтобы запретить использование кода конкурентам. Ну, тут я же говорю, можно написать 10 разный способ. Второй разный способ, если конкурент посмотрел ваш код и полностью переписал его совершенно другими тегами, как бы, да, и код совершенно другой, со своим разработчиком. Здесь у вас нет нарушения авторских прав, конкурент может так делать. Так вот, как от этого защититься? С помощью другого механизма, с помощью законодательства о недобросовестной конкуренции. А ведь можно обсудить. С помощью законодательства о недобросовестной конкуренции. И здесь способ защиты будет в том, что доказать, что в этот код вы вложили деньги, вот этот самый код, он использует тот же самый функционал, а вот у конкурента есть программа с другим функционалом. Мы в третьем вопросе расскажем про некие клоуны программ, и вот это будет пример того, как это происходит. Ну, собственно, на этом слайде это пример того, как юристы очень много любят букв, и здесь показано, собственно, что нужно сделать для того, чтобы внедрить вот этот инновационный подход. То есть нужно все проанализировать, посмотреть, как это работает, и подстроить юридическое оформление под текущий бизнес-процесс компании, процесс написания кода. Другой вопрос, это вопрос про открытые лицензии. У всех ли у вас есть программы с кодом, написанных с помощью открытых лицензий open-source? А почему вы не пишете свой код? Почему вы используете чужой код? А что вы делаете? А это законно вообще использовать чужой код? Все, что открыто, все бесплатно. Понятно. На самом деле здесь ситуация чуть сложнее. Существует большое количество разных открытых лицензий. Действительно, миф о том, что все открыто, все бесплатно, это лишь одна сторона медали. На самом деле, очень много, часто те вещи, которые пишутся мелкими буквами, вот, например, на первом слайде, те буквы мелкие, которые вы не прочитали, это были условия ваши по прослушиванию нашего доклада. И некие обязательства, которые вы взяли на себя во время прослушивания этого доклада. Точно так же с так называемыми открытыми лицензиями. Открытые лицензии были придуманы не зря. Да, они были придуманы вашими коллегами, эти разработчиками для того, чтобы большие крупные бизнес-компании не забирали их коды и не использовали их в коммерческих продуктах. Поэтому, на самом деле, очень много открытых лицензий содержит ограничения, направленные на дальнейшую коммерциализацию того кода, который был получен с использованием вот этого даже небольшого кусочка, да, open source, который кто-то когда-то написал, кто-то когда-то выложил. Но поскольку это написал он, он сказал, да, пожалуйста, используйте, но не закрывайте этот код, потому что я его написала, он открыт, он должен быть открыт всем. На самом деле, это не так популярно в России, но за рубежом вот такие люди, которые пишут открытый, вроде бы открытый код и говорят, да, используйте, потом они судятся с крупными компаниями, доказывают, что крупные компании этот код использовали. Они получили на основании этого прибыль и крупные компании несут колоссальные потери, колоссальные убытки, приостанавливают там выпуск, да, своей продукции на основании требований вот таких вот изначально написавших open source разработчиков. То есть еще раз, здесь разные лицензии, и каждая лицензия имеет свое ограничение. В некоторых лицензиях вы должны заплатить деньги, в некоторых лицензиях вы должны обязательно вставить фразу о том, что эта лицензия вот такая-то, в некоторых лицензиях вы должны разместить в интернете тот код, который вы написали. Фактически лицензия заражает вашу программу и все остальные модули программы, которые даже могут быть не написаны открытыми лицензиями, по некоторым лицензиям начинают следовать обременением наложенных одними видами лицензии. И проблема заключается в том, что тут несколько проблем. Вроде как не страшно, там какой-то дяденька из Америки придется и нас засудит, а как он узнает, что у нас открытые лицензии и прочее. На самом деле страх в другом заключается. Во-первых, в том, что когда вы будете продавать ваш IT-продукт на рынке, инвестор будет проводить due diligence вашего продукта и увидит, что есть множество программ, написанных внутри продукта вашего с помощью открытых лицензий. И если вы не соблюдаете условия тех лицензий, которыми написаны даже программы, то это риск того, что продукт в этой части не будет коммерциализироваться и стоимость вашего продукта будет существенно уменьшена. Другой риск, это риск, связанный с убытками. Действительно, что придет кто-то, кто изначально отработал открытую лицензию, если не в России, то за рубежом вас засудит. И, наконец, самый главный риск, возвращаясь к первому слайду, про точку давления. Если вы видите ваш продукт и вы видите продукт конкурента, и вы используете открытые лицензии, но соблюдаете их условия, а конкурент использует открытые лицензии и их не соблюдает, то у вас есть отличный механизм давления на конкурента. Вы можете написать заявление в антимонопольный орган, в федеральную антимонопольную службу и, собственно, сказать, что это не добросовестная конкуренция, а именно, что ваш... Конкурент, ваш оппонент использует открытые лицензии третьих лиц, не соблюдает их условия и тем самым получает необоснованное преимущество. Я, как работодатель, вынужден соблюдать условия открытых лицензий, вынужден дополнительно проверять, а все ли у меня в порядке, а получу ли я вознаграждение, если лицензия предполагает уплату вознаграждения, а наношу ли я весь текст, который лицензия наносит, требует наносить, а мой оппонент этого не делает. И тем самым я прошу антимонопольный орган проверить его и запретить ему реализацию такого продукта. Таким образом, вот тот факт, что мы часто невнимательны к условиям каждой из открытых лицензий, которые использованы в нашем продукте, это, с одной стороны, уязвимая точка наша, в случае, если конкурент определяет иск к нам, либо требуемый антимонопольный орган к нам, а с другой стороны, это возможность для нас написать письмо конкуренту, что он не прав, и потребовать прекращения его продаж, финансовые потери. Да, есть разные дела, там 90 тысяч долларов взыскали, 50 миллионов долларов взыскали, приостановка, риск, связанный с реинжинирингом программы обеспечения, требования со стороны покупателя о том, что продукт не обоснован, ну и так далее. Ну и, собственно, у нас осталось совсем немножко времени, и третья часть, она, на самом деле, наша самая любимая и самая интересная, наверное, здесь очень много разных картинок и примеров. Она отвечает вам на вопрос, который был уже задан. Собственно, что делать, если у конкурента появляется что-то похожее на нас? Ну, на самом деле, есть множество судебных дел на эту тему, и множество примеров, и клонирование происходит в разных форматах. Иногда оно происходит в виде того, что совершенно по-другому пишется программный код, но используется похожий графический образ. Вот, например, дело компании Electronic Art против Zedin'го 2013 года, либо Tetris против Xeo 2012 года. Да, два дела о том, что совершенно разные программы имеют одинаковый функционал, коды разные, но при этом нарушение признается. Таким образом, если у вас есть функционал идентичный, существует разный набор механизмов. И вот подтверждение прав авторства – это лишь один из механизмов. В действительности есть институт недобросовестной конкуренции. Вы можете ссылаться на то, что так поступать недобросовестно. Вы доказываете, что вы первый на рынке с таким функционалом и запрещаете конкуренту в России через натемнопольную службу, в иностранных юридических, через ее аналоги, использовать или производить такой продукт. Либо склоняете вашего конкурента к тому, чтобы он изменил дизайн, либо заключил с вами мировое соглашение. В России таких примеров глобального презентирования одной программы на другой программы достаточно много, но компании не уделяют этому должному внимания. Потому что считают, что появились похожие программы, думают, как вы думаете, там же другой код. На самом деле, юридически вы имеете возможность запретить появление клонов. Просто надо этим озаботиться и это сделать. Абсолютно верно. Я бы сказал про соцсети. Вот, например, примеры российских тоже штук, когда появляются клоны, да, мы видим, ну, в примере сайтов, мы видим вроде как сайты, которые пропагандируют одну и ту же идею, но при этом вроде как каждый из них не думает, что это есть нарушение. Это есть нарушение, и первый сайт может закрыть все остальные сайты. Ну, или, например, вот примеры с другими сайтами, да, с похожим дизайном, с похожей графикой, но с другим наполнением. Это все клоны, и первый, кто придумал такую же отработку, может закрыть другие сайты, хотя вроде как они никак не повторяют друг друга. Ну, или вот, например, да, то есть вроде как мы понимаем, что наполнение разное, но при этом это клоны, и точно так же у вас, как у компании-работодателя, как у компании-производителя вот такого сайта, есть возможность, доказав свои права на сайт, на то, что вы были первыми, запретить появление похожих сайтов. Ну, вот, тоже вроде как совершенно не похоже. А усиленность они похожи. И усиленность это нарушение. Ну, как, они одинаковые по вот этому элементу, по вот этому элементу, по наклонности картинки и, собственно, по структуре. Нет, нет, в том-то и дело, что докажется. То есть вот с точки зрения вашей стандартной логики, что мы пытаемся донести до вас, что у вас есть некая стандартная логика, что не докажешь, докажешь. Потому что вот наша логика говорит о том, что это можно делать. И наша логика говорит о том, что это есть недобросовестная конкуренция, которую можно пресечь. Что вы говорите? В авторском праве есть концепция переработки, которая означает то, что вы можете нарисовать другое, но если вы перерабатываете то, что изначально было не ваше, это уже нарушение. Поэтому это основа для иска, и вы можете сказать о том, что другой дизайнер сделал переработку. Другое дело, зачем судиться, это правда, то есть если вопрос расходов, то есть насколько вы хотите судиться или не судиться. Если они на вашем же поле? Если они на поле, например, создания веб-сайтов, то они на вашем же поле могут быть. Более того, наше не ваше поле, это тоже очень интересный вопрос, потому что может создаваться иллюзия, что это ваше поле. И кто-то, кто использует сходные вещи, начинает от товарных знаков, заканчивает дизайн, может порождать у меня, как у обычного потребителя, осознание, что это вы. Если это, например, некачественно, это плохо, это неинтересно потребителю, страдает ваша репутация и ваш бизнес. А какова вероятность того, что... Здесь не имеет значения вероятность, здесь имеет значение ваша бизнес-необходимость. Хотите вы привлекать к ответственности, если не хотите. Нарушает ли это ваш рынок, как вам кажется, и вторгается ли оппонент в ваш рынок, или не вторгается. Ну, вот, например, по стальным сетям, да, Facebook и дело в Германии против студии WZ, стальной сети. Таким образом, ключевая идея клоунов заключается в том, что вы можете защищать и можете пресекать любое повторение. Повторение либо сходства в доменном имени, повторение либо сходства в дизайне, повторение либо сходства в архитектуре сайта, повторение либо сходства в идее, повторение либо сходства в бизнес-модели. Ну и, собственно, для того, чтобы подготовиться, да, опять-таки, мы, к сожалению, юристы, мы достаточно скучный народ, и мы всегда говорим о том, что нужно подготовиться к тому, чтобы атаковать. И нужно не бояться смелых решений, нужно не бояться смотреть на то, что вы делаете в комплексе, нужно не бояться регистрировать там необычные товарные знаки, потому что все думают, что товарный знак – это слоган и логотип, наверное. На самом деле товарных знаков может быть очень много, это тоже очень большой инструментарий, в том числе и для IT-компаний, как мы видим. Уникальные дизайны сайта вполне могут быть зарегистрированы как товарные знаки, это дает гораздо больше возможностей для защиты и для всего остального. Ну и, собственно, общий посыл заключается в том, что у вас есть некое стандартное понимание, как у IT-специалистов того, что можно, что нельзя. Мы пытаемся и примерами, и рассказами донести до вас идею, что стандартное понимание – это некое базовое понимание, но есть более продвинутые, более шоковые понимания. Вот примеры с кодом показывают, что на самом деле вы имеете возможность запретить использование всего, что я вам показала, всего, что Анастасия вам показала. И пример с кодом показывает, что да, не обязательно смотреть на оформление как на некую рутину, вы можете на это посмотреть по-новому, заимпровить и делать так, как вас устраивает. Идея в том, что нет нерешаемых проблем, вы должны их просто формализовать и решить. Ну, собственно, это выводы, это тоже много букв, как обычно, и, наверное, наши контакты. Ну, в случае, если у вас остались вопросы… У нас еще есть какие-то время на вопросы. Да, у нас есть. Да, давайте, пожалуйста. Это очень мелко, знаете, вы. Много букв. Много букв. Контакты давайте вам задаем. Вот, вот, вот. Собственно, мы готовы ответить на любые вопросы, если у нас там еще осталось время. И если мы на них не успеем ответить, то… Время на два вопроса. Вот наши адреса, по которым мы всегда будем готовы вам ответить, и наши телефоны. Да, вопросы. Кто задаст эти два вопроса? Кто первоподнимет руку, тот их задаст. Давайте. У вас показана концепция клонирования, да, идей, но нет никакой грани. То есть вы показываете, что вот это равно клону, да, и утверждаете, что это верно. Но этой грани не существует в мире, да? Существует. Можем объяснить. Вот если мы посмотрим какие-то примеры, то вопрос у вас, где начинается клон? Да, где начинается клон, а где начинается по мотивам. Смотрите, тут, на самом деле, есть несколько подходов. Основной подход заключается в том, что клон имеет место там, где имеет место повторения хотя бы двух элементов. Двух оригинальных элементов. Под элементами мы понимаем совершенно разные вещи. Под элементами мы можем понимать идею, под элементами мы можем понимать структуру, под элементами мы можем понимать дизайн, под элементами мы можем понимать доменное имя, под элементами мы можем понимать совокупность текста. Повторение двух элементов автоматически создает клон. Ну, к примеру, да, вот. Можно я продолжить? Это совокупность. Повторение двух элементов, в случае, если первоначальная связка двух элементов оригинальна, а повторение не оригинальна, это есть нарушение. Это то, с чем вы можете бороться. Это не общее правило. Теперь начинается множество подправил. Подправило склоняется к чему? Потому что нарушение надо доказать. Нарушение надо собрать доказательства, доказать, что у вас были права именно на эту связку, надо правильно представить позицию и так далее. И правильно выстроить ее. Поэтому глобально мы понимаем некое общее правило, и дальше мы рассматриваем каждый конкретный кейс. Если мы понимаем, что нам нужно судиться с этим плоном, потому что мы, например, совпадаем с ними на рынке, и они пытаются претендировать на нас, это некая болевая точка для них. Повторение двух элементов – это некая болевая точка для них. Далее мы выстраиваем свою позицию и свою защиту. Позиция наша может быть небезупречна. Половина работников уволилась, мы не доказали права. Мы не можем их пресечь, потому что мы не докажем лично справа. Но наличие двух элементов повторяемых – это некий индикатор того, что здесь потенциально может быть кейс для пресечения конкурента. Это потенциальная болевая точка, если мы правильно сформируем позицию, правильно соберем доказательства, и он будет действовать не сверхэффективно. Вы говорите о глобальных таких вещах. У нас два элемента, мы рассматриваем как две какие-то такие достаточно серьезные конструкции. Элемент дизайна, причем структурированный. А если мы говорим о достаточно простых сайтах, например, к примеру, сайт возьмем, всем известен сайт я.ру. Там картинка и текстовое поле. То есть любое, получается, текстовое поле с картинкой нарушает права сайта я.ру. В ситуации только если сайт я.ру был первым сайтом, который структурировал сайт таким образом, и он является оригинальным. То есть, как я сказал, если есть два элемента, которые повторяются, если первый сайт, который ваш сайт, который хочет перейти к другому, он докажет, что он был первым. Ответчики, которые будут пытаться подавать возражения, будут говорить, что ваш сайт не является оригинальным, потому что до вас были точно такие же другие сайты. И тогда ваша позиция разваливается. То есть вы должны доказать, а, что есть две точки, которые пересекаются, два элемента, б, что вы были первыми именно в таком оригинальном сочетании, и в, что, собственно, у вас есть ваша правовая позиция, именно что у вас есть права, и вот вы доказываете, что у вас разработчики, вы были на рынке, ну и так далее. Это очень упрощенное. Давайте поаплодируем Игорю и Анастасии. Все вопросы вы можете задать им в кулуарах, а нам нужно готовиться к... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!